Северный город Роман Кочин Зарегистрировано 8 ДТП 8 человек пострадало 20 февраля Столкнулись два автомобиля Микроавтобус Toyota HiS Toyota Corona Premium На обездной дороге в сторону ГЭС 8 человек получили телесные повреждения По безнадзорным животным 13 обращений Все 13 с признаками агрессивного поведения Вся информация передана В рамках заседания Замеситель мэра по градостроительству Городскому обустройству Оксана Янковская Обратилась к сотрудникам двух департаментов И владельцам торговых развлекательных объектов С 1 по 30 марта Будет осуществлена проверка Соблюдение правил благоустройства На предмет очистки При прилегающих территориях И территории на которых размещены объекты Двум департаментам С 1 по 15 марта Развести, подготовить и раздать Развести уведомления Вручить всем юридическим лицам Индивидуальным предпринимателям Учреждениям Независимо от формы собственности А с 15 марта С 16 по 30 Провести проверку Поэтому, уважаемые предприниматели Я предлагаю вам Исключительно сейчас Приступить к работам Потому что после обильных снегопадов Прошедших за две последние недели Мы видим, что Слой снега составляет До 40-50% Это для того, чтобы мы С вами в апреле месяце При оттепели просто-напросто Не утонули Заместитель начальника управления образования Елена Петлюк Рассказала присутствующему о грядущих изменениях В системе дополнительного образования Будет вводиться Персонифицированный учет Который предусматривает изменения И новый подход к организации Всей системы учета обучающихся Если сейчас Учитываются только места Которые создаются в системе образования То при новом подходе считать будут Фактическое количество занятых детей Хочется сказать для всех родителей Что сегодня система дополнительного образования Не сможет существовать без их активной поддержки Потому что сегодня недостаточно Привезти ребенка просто в учреждение культуры, спорта Или в центры детского творчества Записать его в кружок Для того, чтобы получить доступ В системе дополнительного образования Необходимо будет именно родителю Зарегистрироваться на портале Он создается в настоящее время Он начинает работать И именно запись через портал Будет обеспечивать То, что ребенок будет записан В секцию кружок Со слов чиновника С 1 сентября 2020 года Вся система дополнительного образования Будет персонифицирована 23 февраля Во дворце культуры дружбы Прошел большой праздник Посвященный Дню защитника Отечества Зрительный зал как никогда был переполнен Со цены дворца звучали поздравления И слова благодарности всем тем Кто защищал, стоял и стоит На страже нашей Родины Бережет покой и мирное небо над головой Уважаемые пустелинцы Сегодня наша страна Отмечает один из самых главных праздников День защитника Отечества Этот праздник для каждого из нас Очень важен Наш народ хранит память О страшных войнах Которые выпали на его долю И мы с вами твердо понимаем Что нет ничего важнее Чем свобода, независимость И безопасность нашей страны А к своему сердцу я хочу сказать спасибо Всем ветеранам военных действий И всем тем, кто сегодня Оберегает нашу с вами страну С праздником, дорогие наши защитники! Главными героями торжества По праву были ветераны Им вручили медали В честь 75-летия победы В Великой Отечественной войне Более двух часов продолжался праздничный Концерт Его участники представили Зрителям песен и хореографические номера Главной тематикой которых, конечно же Был патриотизм, любовь к Отечеству И благодарность его защитникам В детской библиотеке Родничок прошел урок мужества Посвященный Дню юного героя Антифашиста, который во всем мире Отмечают с 1964 года В начале мероприятия школьникам Рассказали об истории этого памятного дня Затем каждый участник ответил на вопрос Что такое фашизм? Ребята с большим интересом слушали обзор книг О юных героях войны И выполняли игровые задания В истории февраля есть еще одна трагическая страница Были расстреляны пять молодогвардейцев Участников подпольной краснодонской организации Учащиеся узнали о ее деятельности И еще раз вспомнили пионеров-героев Чьи имена навечно вписаны В историю Великой Победы Праздник Белого Месяца Сагаалган Самый важный праздник монголоязычных народов Который приурочен к началу Нового года По лунному календарю Он символизирует обновление человека и природы Открытости, чистоту помыслов, надежду И добрые ожидания В Устелемске его празднования стали уже традиционными Причем научились это делать так Чтобы было интересно всем жителям Нашего многонационального города Массовые гуляния проходили 24 февраля В Левобережье на площади Перед дворцом Культурной Мушино Организаторы в театрализованных постановках Рассказали горожанам о традициях и обычаях бурятского народа Исполнили танцы разных национальностей Детвора играла веселая игра Семейные команды состязались в перетягивании каната Бурятский Дед Мороз Сагану Бугун Поздорял устилимцев с праздником И предложил всем встать в большой дружный хоровод Йохар В конце всех присутствующих напоили горячим и ароматным чаем Очередные победы устилимских спортсменов С 17 по 21 февраля в Рязани прошло первенство России по самбо среди юниоров Наш спортсмен Андрей Онищенко боролся в составе сборной Сибирского федерального округа И вошел в десятку лучших самбистов страны Следом в Братске стартовало первенство по дзюдо В соревновании принимали участие 95 спортсменов Где наши земляки Владислав Герасименко взял первое место А Дмитрий Бычков второе Кроме того, с 20 по 23 февраля в городе Королев состоялось первенство России По боксу среди девушек 2002-2003 годов рождения В соревнованиях приняли участие более 180 участниц Устелемчанки Татьяна Богданова заняла второе место Елена Белотайты пятая 21 февраля на 70-м году жизни Скоропостижно скончался ветеран МВД России Подполковник милиции в отставке Шехеры Валерий Николаевич С 1973 года он служил в Устелемском отделе милиции В 93-м возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью После ухода в отставку в 2002 году он продолжил служить обществу Коллеги, друзья и коллектив ветеранов Межмуниципального отдела МВД России Устелемский выражают искренние соболезнования Родным и близким Валерия Николаевича И скорбят вместе с ними На этом у нас все С вами была Анастасия Матвеева Всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин